Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У мужа сложное детство, с детства не общается с родителями, отец был мяч, изменял, орал постоянно, и до сей поры так происходит. Мочь хорошая, не изменяет, не пьёт, не курит, верный, семейный, у него двое детей от первого брака, у меня один. Сейчас я беременна, общий муж, он спильчивый и эмоциональный, чуть не приварёт, сразу на эмоции говорит о разводе, и всё это при детях. Как быть? И как научить его контролировать свои эмоции? Может быть, как-то проучить его можно? Совсем он в ссоре, что полностью за своей семьёй, с моими родителями, друзей у него нет вообще. Ну вот такой у него минус, держу за него, так как действительно тот мужчина, которого хотела. Ну вот, если бы можно было как-то помочь ему с эмоциями, было бы отлично. Ну что же, Мария, смотрите, ситуация здесь следующая. Психологи не работают с людьми, которые не обращались к нам напрямую. То есть, если ваш муж не обращается к нам за помощью, то мы никак ему не поможем. Я уж как-то молчу по поводу вашей идеи проучить человека. То есть, ну, кто нас проучить? Да. То есть, кого, как вы собираетесь проучать, да? Ну, то есть, никогда ничем хорошим вообще эта история не заканчивалась. Вот, когда кто-то кого-то пытается проучивать. Вот. Ну, это первый аспект, который я хотел бы обратить ваше внимание. Второй аспект, на который я хотел бы обратить ваше внимание, заключается в том, что вы как-то, на мой взгляд, себе противоречит. Вот. Вы говорите, что муж у вас хороший, вы говорите, что он вот семейный, там, не курит, не пьет, и то все. Ну, вот, но при этом, как бы называете вот такие довольно-таки серьезные моменты, да, которые как-то не очень сильно говорят в его пользу. То есть, человек эмоционирует, человек не контролирует свои эмоции, скандалит и прочее. А вы говорите о том, что вы держите за него, потому что это тот мужчина, которого вы хотели. Но обратите внимание, что вы пытаетесь человека переделать. Проблема здесь заключается в том, что если вы пытаетесь человека переделать, то я бы не сказал, что у вас есть к нему чувство, по крайней мере, любви. То есть, я бы не сказал, что вы его любите. Если вы его не любите, то он заказывает вопрос о том, что вас тогда с ним связывает. И вот это очень важный, на мой взгляд, аспект, потому что если вы, условно говоря, держитесь только за образ человека, который сами придумали, то, на мой взгляд, совершенно очевидно, что этот образ может не соответствовать никакой действительности. И реально человек другой, а вы просто этого не видите. Кроме того, конечно, здесь не случайно, что, при том, что он такой хороший и прочее, у него один неудачный брак. Но это есть причина, как у вас, у вас тоже, судя по всему, один неудачный брак. И у вас тоже, но это есть свои причины. Какие причины, нужно разбирать и выяснять. Вот такая вот история. Я бы сказал, я бы сказал, что для выстраивания, значит, хороших таких вот, знаете, гармоничных отношений, да, вот, необходимо, 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 чтобы было безусловное принятие, безусловное принятие партнеров. А вы, ну, на мой взгляд, скромный, а вы этого, вы этого не делаете. Вот. То есть, вы не принимаете своего мужа полностью. И из-за этого у вас проблемы. Когда вы говорите о том, что вы за человека держитесь, конечно, складывается ощущение, что он вам для чего-то нужен. Ну, например, в частности, для решения каких-то своих потребностей, противоречий и так далее. И, конечно же, это не имеет ничего общего с отношениями, здоровыми, в которых люди принимают друг друга такими, как они есть, и свободно своих выражений. А значит ли это, что вы должны терпеть то, что делает ваш муж? Ну, в смысле, означает ли это, что вы должны терпеть его крики и то, что он, условно говоря, делает при детстве? Например, нет. Не должны. Ни в коем случае, ни в коем случае не должны вы этого делать. Терпеть? Нет. Но важно понимать, что в таком случае, если вы считаете, что действия вашего мужа являются неприемлемыми для вас и так далее, то нужно здесь в данном случае из отношений выходить при условии, если человек не хочет работать над отношениями, если он не считает, что, ну, есть у него, например, какая-то проблема. Вот. Но ни в коем случае не пытаться, как я уже сказал, да, ни в коем случае не пытаться человек переделать. Вот. Потому что, ну, переделывание человека ни к чему хорошему не приведет. Как-как и переучивание. Дальше. 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 А, значит, то, что вы говорите по поводу того, что он, значит, кричит там чуть-чуть, чуть-чуть, что не по его. Вот. Важно понимать, так было, ну, так было всегда, то есть он всегда так себя вел или начал вести себя так спустя какое-то время после брака и так далее. Вот. Вот. Если вы терпели его, ну, поведение, да, если вы терпели его, его, такой вот, особенности, как вы говорите, ну, минусы. Ну, вот, если вы терпели такие минусы, то, опять же, очень, на мой взгляд, важно понимать, для чего вы это делали. Вот. То есть если вы терпели, ну, если вы терпели такое его поведение, то ради чего? На мой взгляд, ну, совершенно точно не ради, как бы, ну, не ради него самого, да, вы терпели это. А, на мой взгляд, вы это терпели, потому что именно надеялись, что он изменится, надеялись, что он будет вести себя по-другому. Он, вот, никак себя по-другому не ведет. И вас это, конечно, не может не расстраивать. Вот. То есть здесь у вас история про надежды про ожидания. Вот. Здесь у вас история про... Эх, возможно... Эээ, возможно. Разочаралась, да? То есть, ну, вы, эээ, буквально можете, эээ, чувствовать, эээ, что, разочаралась. Вот. И, чувствовать, эээ, вот, эээ, некую, такую, скажем, эээ, так болезненно в этом, ээээ, контексте. И очень важно, чтобы вы, вы, увидели, какие чувства лично у вас. Эээ, хотите ли вы, правда, например, ээээ, помочь, своему мужу, мужу, ну, на самом деле, эээ, помочь ему с его, ээээ, проблемами. Ээээ, вот. Ээээ, очень важно, две, две, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Потому что они ведут совершенно равных направлений, вот, и приводят к решению вот таким же равным последствиям. Это очень-очень важно, на мой взгляд, понимать. Ну конечно, если вы хотите условно говоря, с этим как-то разобраться. Поэтому вот я бы, наверное, обратился бы в первую очередь к вашей мотивации. Да, то есть если вы собираются что-то делать, то важно понимать, для чего вы это делаете и из какого мотива. Потому что может оказаться, в принципе, так что, ну, что вы выбрали совсем, ну, не тот путь, да, вот, который, ну, могли бы для именно достижения своих целей. И что есть, ну, как бы, более простые способы, более прямые способы. Вот такой вот момент. Если ваш супруг сам считает, что у него есть проблемы. Вот. Если он сам, ну, считает, согласен с тем, что у него есть проблемы. То он может обратиться к специалистам, да? Вот. Хотя бы на наши ресурсы и ему окажут помощь. Вот. И вам тоже нужно обратиться к психологу для того, чтобы проработать свои проблемы. Вот. Вот. Которые есть у вас. Вот. Это тоже очень важный момент, потому что то, что происходит, в том числе происходит и по тому, что это, ну, вы, вы внезете в этом свой план. Вот. Вот. Как бы вам это не нравилось. Вот. Вот. Такая вот история в данном случае. Хочется отдельно спросить у вас, что между вами и вашим мужем общего. То есть, что вас объединяет. Вот. 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 А. Говорите. А. А. Что. Это тот. Мужчина. Которого вы хотели. И. Перечисляйте всего. Собственно. Достоинства. Вот. А. 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 Что они у него. Эти достоинства есть. Но меня больше. Больше. Интересует. А. 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 Доисто. А. А. Те. и так далее. Нет ли здесь с вашей стороны каких-то страхов, каких-то конфликтов вообще, собственно, ну, ваших, лично, лично ваших, вот. И если есть, то само собой с этим нужно тоже работать. Потому что довольно, я бы сказал, в этом смысле показательно, что вы говорите в основном только о мусе и практически не говорите о себе. А это, это, ну, является, как, я думаю, некоторым таким искажением реальности. Вот, искажением, ну, реального положения вещей, вот, что, на мой взгляд, является, ну, отдалением какой-то степени от задачи психотерапии, которая, ну, как, надеюсь, мы понимаем, заключается в помощи вам в обратении гармонии, вот, и выстраивание хороших, качественных отношений, где вы вместе со своим мужем были бы счастливы. Вот. Понимаете, да? Вот. Поэтому я бы, я бы не стал ожидать каких-то, эм, эм, э, легких решений, вот, я бы не стал, эм, как-то надеяться на, э, вот эти самые легкие, э, решения, вот. И, э, я бы, я бы, рассматривал вариант, э, в первую очередь, обрат, э, насчет, обратиться, э, вам, э, вместо, к психологу, э, для того, чтобы, вообще посмотреть, э, о, каких, направлениях, э, вы, вы, вообще хотите работать. А, ну, вот, как-то, я думаю, э, так, я думаю, вот, какой-то такой можно дать вам ответ, э, вот, с точки зрения психологии, психологии, э, с точки зрения психотерапии. Э, все же, желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, что позволит вам начать над собой работу. обращайтесь. Счастья,